Очередное аппаратное совещание Алексея Русских начал с неприятных новостей. В первую очередь для чиновников. Глава региона поручил провести кадровый аудит отраслей. Численность управленческого аппарата раздута вдвое. Это финансово неэффективно. Но дело не только в экономической составляющей. Я общаюсь лично с людьми в районах, на выездах. И также мне часто пишут и собственные соцсети. Я продолжаю наблюдать низкую эффективность исполнения поручений и поставленных задач. Аудит коснется не только управленческого звена правительства и подведомственных структур. Необходимо оценить эффективность всех управленцев, вплоть до сельских поселений. Чисткой чиновичьих рядов займет исполняющий обязанности вице-губернатора Александр Костомаров. После подвели итоги дня города. Минувшие выходные Ульяновску исполнилось 373 года. По информации городской администрации, в праздники приняли участие свыше 10 тысяч жителей. Судили по количеству выдаваемых масок. Следует отметить, что 80% программы, посвященной Дню Городу, были инициированы именно молодыми людьми. Но помимо инициации, они еще и были основными организаторами. В целом, мэр оценил трехдневное празднование на, цитата, неплохом уровне. А глава региона высказал замечание по поводу несоблюдения масочного режима. По его данным, только 2% людей на праздновании были в масках. В очередной раз на штабе Алексей Русских раскритиковал низкие темпы вакцинации. Привито всего 43,7% населения от плана. Сейчас вот круг замкнется. Сейчас уже пойдут на вторую вакцинацию люди, у которых уже антитела. Мы даже не доберем необходимый процент. И это получается бесконечная история. С такими темпами вакцинации мы никогда не выруемся. Смущает и свободный коечный фонд в больницах. 141 место на весь регион. В целом Ульяновск область по количеству заболевших короной занимает 20 место. За последние недели мы сместились на три позиции вниз. Однако по смертности регион поднялся на 6 место. По мнению аналитиков из Москвы, пик заболеваемости область прошла в начале сентября. Но ситуация продолжает оставаться напряженной, заявляют на штабе. Наиболее высокая заболеваемость Ульяновской области зарегистрирована в Дишкаемском районе. Показатель заболеваемости составляет 73,6. Напомню, областной показатель 22,7. В Дишкаемский район превышение в 3,2 раза. В Индинском районе показатель заболеваемости также выше областного в 3,2 раза. Поговорили и о дорогах. 63 объекта, это более 160 километров в этом году, ремонтируют за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 87% работ уже выполнено. Среди участков три капитала емких. Один – мост через реку Сельдь. Открыли на минувших выходных. По второму объекту – дорога старая Ярыкла-Ярыклинский. Машина пустит уже на этой неделе. Стратительство дороги по улице Маслова засвияжить завершат в ноябре. Это третий объект. Новая дорога – начало развития нового индустриального парка, который расположится на бывших территориях УАЗа. Кроме того, завершены работы по безопасности дорожного движения, все работы по разметке, по установке дополнительного барьерного ограждения, по освещению пешеходных переходов. Отдельно стоит отметить, что в этом году мы освещаем 8 пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений. Мы их приводим под национальный старт. А вот за улицу Ленина вновь пришлось извиняться. Ее обещали открыть ко дню города, но не позволила погода. Теперь пустить движение транспорта планируют через месяц, к 20 октября. Однако погода не стала препятствием для проведения первой в этом году осенней областной сельскохозяйственной ярмарки в железнодорожном районе. Фермеры продавали мясо, овощи, яйца, муку, рыбу, колбаса, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Наторговали на 7,5 миллионов рублей. Но большой популярностью в этот раз пользовалась картошка. Достаточно высокий был спрос. Независимо от того, что 12,5 тонн картофеля привезли на ярмарку, соответственно, достаточно быстро разобрали, что называется, наши горожане. Причем большими партиями. Хочу отметить, что картофель в регионе у нас не закончится, поэтому, наверное, нет смысла набирать такими большими партиями. Хватит и свеклы. Уже убрано порядка 14 тысяч тонн корнеплодов. Собирают и подсолнух. Порядка 10% посевных площадей убрано. Также на полях идет заготовка кормов. На завершающей стадии сев озимых культур. В регионе дан старт недели нацпроекта экологии. Ключевым событием тематической семидневки станет всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна». Акция посвящена реформе твердых коммунальных отходов. В общей сложности автоколонна мусоровозов преодоляет порядка 3 тысяч километров и охватит 11 городов, включая Ульяновск. Ринат Алиулова, Герман Баранов, Улправда ТВ.